привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами сегодня продолжаем изучать наш замечательный java script и на сегодняшнем видео уроке мы с вами рассмотрим как же работать с массивами java script для работы с наборами данных предназначены массивы для создания массива применяется выражение следующее давайте мы сейчас его собственно и рассмотрим вы можете инициализировать переменную давайте сделаю здесь war допустим то так май рейда май арт равняется new рей вы можете сделать это с помощью объекта данью эры это у нас будет массив а также существует более короткий способ инициализации массива вы можете арт допустим до переменная равняется и квадратные скобки эти два варианта они в принципе идентичны данном случае мы конечно же создаем пустой массив но можно также добавить него начальные данные вы можете наш массив май и рейда давайте добавим какие-то данные допустим это будет массив чисел там 12345 это массив чисел если что касается строк начальные данные строкового типа можем сделать следующим образом то есть одинарных либо двойных кавычках давайте удалим наши значения числовые какой-то там string 1 string 2 замечательно у нас сейчас объявлено два массива верни три массива один просто пустой ну то есть так можно инициализировать давайте удалим первый вариант и сделаем еще шрифт немного покрупнее чтобы было более отчетливо видно ну и собственно два наших массива с начальными данными и давайте выведем в консоль браузера эти два массива и посмотрим что же мы увидим используем функцию консоли лога о которой мы говорили на предыдущих уроках и выведем допустим м.р так здесь да я в 2 одинаковых переменных нельзя нециализировать будет ошибка м.р 2 пускай будет так и давайте выведем нашу вторую переменную и чтобы было видно что мы выводим давайте также какую-то строку перед выводом обозначим и вот собственно давайте посмотрим на наш вывод переместим консоль на низ и сделаем чуть побольше на и мы видим вот наш массив чисел и вот наш массив строк нумерация массива какие в любых других языках начисляется с нулевого индекса и мы видим наше значение для обращения к отдельным элементам массива используется непосредственно данные индексы отчет как я сказал уже начинается с нуля и первый элемент будет иметь индекс 0 последний собственно так как у нас пять элементов 4 все здесь понятно если нам нужно вывести какой-то отдельный элемент массива то что сказал по индексам вы можете указать допустим давайте выведем нулевой индекс и в этом и в этом массе и обновим нашу страничку и мы видим до первом случае мы вывели единицу наш нулевой элемент и во втором случае это наша строка string 1 все получилось вот если мы допустим попробуем обратиться к элементу по индексу больше размера массива то мы получим андефи то есть неопределенное значение об андефи нет мы уже с вами не ошибаюсь говорили предыдущих уроках вот давайте попробуем вывести в нашем втором вы выводе значение массива по второму индексу нас его не существует и мы получаем андефи очень причем в отличие других языков как допустим все шарпи ли джава можно установить элемент который изначально не установлен как вот многомерные массива давайте поговорим о них массивы могут быть одномерные и многомерные каждый элемент многомерном массиве может представлять собой отдельный массив в общем выше мы рассматривали одномерные массивы да то есть вот они это два наших одномерных массива теперь давайте создадим какой-нибудь многомерный массив давайте наш вывод допустим давайте удалим он пока нам не нужен и создадим многомерный массив чисел допустим работа с многомерными массивами очень часто встречается когда вы работаете с какой-нибудь там графикой двухмерный трехмерный неважно то есть работа с массивами это скажем так основа основ вообще программирование когда вот ну давайте объявим переменную там сам ар какой-то массив вот квадратные скобки ну и давайте создадим массив массивов первый элемент давайте для того чтобы было более понятно сделаем так вот наш первый массив здесь будет 1 2 3 4 5 пускай вам дальше следующий элемент массива это будет массив который содержит обозначение допустим 6 7 8 9 10 ну и принципе достаточно вот давайте же попробуем вывести данный массив консоль и посмотрим что у нас получится мы видим на что у нас массив из двух элементов которые содержат два массива если мы это откроем и увидим эти массивы можно как бы тоже развернуть и посмотреть своеобразная табличка чтобы получить отдельный элемент массива также используются наши индексы если нам нужно получить какой-то из массивов то мы используем допустим индекс мы получим первый массив в наш вывод он собственно наш первый массив если нам нужно осуществлять навигацию скажем так внутри уже вложенного массива то нужно применить вторые скобки и давайте обратимся допустим ко второму элементу нашего 0 1 массива и мы увидим тройка собственно вот этот элемент если у нас будет грубо говоря не двумерный массива трехмерный массив то есть это будет массив который состоит из массивов которые в себе содержат массив это грубо говоря у нас чтобы обратиться к самому к конечному элементу да то есть конце вложенности то нам нужно использовать там еще дополнительные скобки ну то есть основная логика и мой посыл понятен вот ну хорошо друзья вообще в следующем уроке мы с вами рассмотрим условные конструкции и циклы надеюсь вам было интересно подписывайтесь лайкайте пишите ваши умные и веселые комментарии напоминаю что twitter и telegram наши основные социальные сети ссылочки в описании спасибо за внимание и до новых встреч пока пока